Музыка Выборы генерального примара Кишинева завершились, и многие аналитики уверены, что они изменили политический расклад в стране. Их итоги тщательно изучают партии, ведь совсем скоро должны состояться парламентские. Недостатков в прогнозах нет, но самый главный вопрос, который волнует всю политическую тусовку, какой будет правящая коалиция. Итак, страна незаметно де-факто вступила в предвыборную кампанию. Какой она будет? У кого наибольшие шансы на победу? Будет ли вмешательство извне и от кого конкретно? Ответу на эти и многие другие вопросы в самое ближайшее время. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте! И вместе со мной разбираться в этих непростых вопросах сегодня мне будут помогать политологи. Я намеренно пригласила сегодня в студию политологов. Это Анатол Церану. Добрый вечер. Александр Одинцов. Здравствуйте. И Эрнест Варданян. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем все-таки сначала, чтобы я поняла позицию каждого из вас. И вопрос очень простой, на мой взгляд. Изменила ли победа Анастасии расклад сил в стране? И если да, то на сколько? Эрнест. Вряд ли победа Анастасии изменила. Расклад такой, который был до выборов, останется после этих выборов, ближе к парламентским. Другое дело, что победа Анастасии значительно поляризовала настроение в обществе и более, скажем так, кристально отражает теперь настроение на политическом спектре. Мы теперь имеем более смелую, окрыленную, можно сказать, правую оппозицию, которая несколько сникла после 2016 года, когда было приведено к присяге ночное правительство и как-то потерял кураж наш правый лагерь. Теперь он снова обрел, можно сказать, второе дыхание. Он смело идет на парламентские выборы. Пост примара Кишинева, даже если эти выборы всего лишь на один год, это все-таки важная должность. Это далеко не самая последняя должность в стране. И я думаю, что Андрей Анастасии послужит паровозом, электоральным паровозом на парламентских выборах, чтобы подтянуть и еще больше добавить куража своим сторонникам. На левом лагере мы имеем пока монолитную партию социалистов. Почему я говорю пока? Потому что поведение отдельных представителей левого лагеря, вернее номинального левого лагеря, заставляет меня думать, что им гораздо приятнее поражение Иона Чабана на выборах, чем победа Андрея Анастасии на выборах примара. Думаю, что многие меня поняли, что я хотел сказать. Да, конечно, поняли. И в этой ситуации мы пока не можем говорить о полной кристаллизации левого лагеря, но пока у партии социалистов довольно крепкие позиции. Посмотрим, что будет дальше. А вот в центре политического спектра зона некомфорта возникает, потому что осмелевшая правая оппозиция, которая на словах, пока на словах собирается, наступает на Демпартию лично Плохотнюка, это, конечно, очень большая заявка на проблемы для Демпартии на выборах, в том числе на одномодатных округах, потому что на этих округах основная битва будет идти между правыми и Демпартией, а не между, скажем, правыми и левыми партиями. Это очевидно. Ну, я думаю, что по ходу передачи мы еще углубимся в это. Позвольте, пока вот мне интересно, изменился ли расклад. Господин Саранов, а вы как считаете, изменился ли расклад? Ну, для того, чтобы сказать совершенно точно или с очень высокой степенью точности, нужны какие-то эмпирические данные. Я сейчас ссылаюсь на опросы. Даже если в Молдове опросы не пользуются... Ну да, как-то сейчас уже не очень. Да, у них репутация не самая лучшая. Сейчас я могу высказать лишь только такое субъективное, так сказать, восприятие того, что случилось. Оно строится не только на моих личных ощущениях. Ну, и на тех контактах, которые у меня были в эти дни после выборов в Кишиневе. Несомненно, общее настроение правого лагеря или правого сегмента нашей политической сцены улучшилось значительно. Случилась, в общем-то, вещь для Кишинева совершенно, так сказать, традиционная. Левые так и не смогли взять город. И это уже тянется на протяжении более 20 лет. И это говорит о том, что в тот момент, когда проевропейский электорат мобилизуется, у него есть существенные стимулы для мобилизации, у левых не остается шансов. По крайней мере, это касается Кишинева. В республике, несомненно, дела обстоят немного по-другому. Но, в принципе, кишиневский опыт можно экстраполировать на всю республику. Правда? Это первое. Второе. Если воспринимать Кишинев как уни-номинальный округ, то выборы в Кишиневе выиграли социалисты, несомненно. В самом городе? Да, в самом городе. Да не только в городе. Если бы, например, выборы проводились, это были бы парламентские выборы, то социалисты выиграли в большинстве округов в Кишиневе, в первом туре. Но зато проиграли бы во втором. Если бы был второй тур. Если бы был второй тур. Ну, неспроста либерал-демократы выступили сейчас с такой инициативой. Да, это еще раз говорит о том, что уни-номинальная система, она, так сказать, выгодна социалистам. И в этом смысле перед правами стоит очень сложная задача. Они могут выиграть выборы в том случае, если выступят в едином списке. Что весьма проблематично, учитывая молдавские политические классы и те нравы, которые царят в этой зоне. Но посмотрим еще до выборов, есть определенное время. Я думаю, что, несомненно, эти местные выборы, особенно выборы в Кишиневе, внесли определенные изменения. Да, все-таки вы видите изменения. Это, несомненно, очень серьезный удар по социалистической партии, по репутации личной Додона. Он проиграл выборы в двух городах, в самых больших городах страны, в Кишиневе и Бельцах. Он позволил восстановиться своему аполитическому оппоненту на левом фланге, господину Усатому. Хотя, господин Усатому, разговор особый. Если у нас будет время, поговорим еще раз. Поговорим. Благодарю вас, господин Одинцов. Ну, конечно, после главного вопроса напрашивается и комментарий в отношении позиций социалистов. Согласна ли вы? Ну, действительно, в муниципальные выборы, выборы генерального примара в муниципе Кишинева внесли небольшое изменение, на мой взгляд, в установку сил по всей республике. Ну, давайте хотя бы обратим на правый фланг. На правом фланге участвовали кандидаты, впервые участвовали кандидаты от прорумынских партий, то есть ПУН, это депутат парламента Румынии Кадряну. Это впервые, я думаю, что их позиции, если их не запретят, дай бог, чтобы их запретили, согласно Конституции, их позиции должны улучшиться на парламентских выборах в районе 10%. Ну, это стандартные крайне правые проценты, тем самым либеральная партия, скорее всего, канет в лету, если они не смогут сконцентрировать свой электорат, и такого расклада сил уже в парламенте не будет. Далее мы видим, если раньше паровозом вот этой правой оппозиции была Майя Санду, то сейчас паровоз и, условно говоря, естественно, и более медийная личность стал господин Астаса, и он активно очень этим используется, несмотря на их договоренности, как они заявляют о распределении, о том, что они совместным блоком пойдут на выборы, тем не менее мы получаем сигналы о небольших трениях у них внутри этого блока, я думаю, что они будут пересматривать, скорее всего, свои распределения, и, естественно, концентрация, то есть конкуренция между господином Анастасой и Майя Санду, она будет усиливаться. На правом, на левом фланге, мы представители партии социалистов, пока у нас, слава богу, стабильное такое поле, да, господин Астас, его сложно назвать условно левым, он сам не определился, его электорат неопределенный, я отношу такой электорат к эмоциональной составляющей, то есть есть люди, которые голосуют не... Настаса или Усатый? А, Усатый, 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 я прошу прощения, да, Усатый я имею в виду, сегодня много говорили о Настасе, простите, Настаса уже пишет, прописка, Да, Настаса уже сейчас будет с плакатами, ее сыном честит, сегодня было событие с Гаудиамусом, я прошу прощения, и мы с Настасой активно общались, господин Усатый, его электорат, ну, политологи говорят, то есть есть убежденный электорат, когда есть идеология, программа, и достаточно долгое время они симпатизируют то или иное политической силы, в данном случае это такой политический выскочка, который достаточно умело использовал возмущение или протестное возмущение эмоций людей, завоевав их, начиная с 15-го года, тем самым, когда он стал примаром Бельц, я думаю, что его электорат, несмотря на победу его кандидата в Бельцах, его электорат значительно уменьшится. Благодарю вас, все хотят говорить о социалистах, мы сейчас вернемся, но вначале, когда политологи наши многие анализируют ситуацию после этих выборов, они в качестве изменения сил привозят такой пример, это положение, в котором оказалась демократическая правящая партия, и это считают главным изменением на политическом, значит, нашем небосклоне, да, потому что никто не ожидал, что партия власти, вот, и в Бельцах, и в Кишиневе, все-таки многие считают, что это было поражение, и тем самым появляются возможности у других. Эрнест, вы киваете, наверное, вы согласны. Да, я активно киваю, потому что у нас вообще сложилась в Молдове уникальная ситуация, в очередной раз Молдова показала, что у нас страна чудес, мы сейчас имеем ситуацию, когда у нас четыре политические силы возглавляют важнейшие институты власти, даже вот если считать на городском уровне, да, у нас парламент и правительство контролируются демпартией, президентская администрация де-факто партия социалистов, хотя мы знаем, что по закону президент не является членом партии, в муниципе Кишинево контролируется, ну, примарно имею в виду, от правой оппозиции, в муниципе Бельце контролируется левая оппозиция, то есть у нас четыре силы в той или иной степени, на том или ином уровне, представлены на высшем эшелоне молдавской власти, так скажем. Теперь по поводу демпартии. Начну с того, что она потерпела тройное поражение. Первое поражение заключается в том, что жители Кишинева в первом туре выразили недоверие, мягко говоря, кандидату Сильвии Раду, которую пытались представить как независимого кандидата, хотя все все прекрасно понимали. В этом смысле я за жителей Кишинева Рад, они показали сознательность и информированность. Они показали, что они не согласны с тем проектом, который пытаются им подсунуть в качестве независимого, а де-факто проекта демпартии. Это первое поражение. Второе поражение заключается в том, что кандидат Андрей Анастасий, победивший в муниципе Кишинева во втором туре, по крайней мере, еще раз подчеркиваю, на словах позиционирует себя как принципиальный противник лично Плохотнюка и демпартии в целом. Он на этом кампанию свою построил. Разумеется. И, разумеется, на этом будет построена его кампания как минимум до парламентских выборов, а потом и до следующих выборов местных в мае-июне 2019 года. Подчеркиваю еще раз номинально. Мы посмотрим дальше, как он сможет свои слова реализовать на деле. Ну и третье поражение, это, конечно, Бельцы. То есть, вернее, как, демпартия в Бельцах не могла проиграть, потому что она и не участвовала в этом. Она не выдвигала кандидатов, поэтому... Но если партия власти не выдвигает кандидатов таким, конечно. Она проиграла, поэтому, конечно, две столицы, Кишинев и северная столица Бельцы, вышли из-под контроля демократической партии. Вот пока, скажем так, это зона некомфорта для демократов. Демократы не привыкли, чтобы они что-то не контролировали. Дальше мы посмотрим, как... Я не буду говорить о городе Бельц, я очень плохо разбираюсь в делах в этом городе. Пусть они, скажем так, посмотрят, как у них получается. Я говорю о Кишиневе. В Кишиневе мы имеем сложную ситуацию, когда у нас муниципальный совет, ну, простое большинство в муниципальном совете у партии социалистов... Нет большинства. Простое, не абсолютное большинство, не 50%. Простое большинство у партии социалистов, которые, не знаю, подружатся с новым примаром или нет, я думаю, что будут попытки выставить конструктивный диалог, а получится или нет, покажет время. Проблема в том, что вместе с Андреем Анастасием к примарии могут вернуться старые схемы, опробованные предпредыдущим примарии, потому что в команде Анастаси есть люди, имеющие отношение к команде Киртуака. Вот в чем опасность. И дальше возникает такая вот... Не знаю, можете назвать это порочным кругом, можете назвать это какой-то там вилкой, но должность примара Кишинева не наделяет его обладателя неприкосновенностью. Соответственно, примар Кишинева Анастаси может теоретически стать объектом уголовного преследования со стороны ЧНИА, прокуратуры и других властных органов под контролем Демпартии. Сможет ли Анастасия преодолеть сопротивление и давление на него со стороны органов Плохотнюка? Не знаю. Захочет ли Плохотнюк оказывать давление на примарию? Тоже не знаю, потому что включается еще один фактор. По очень многим источникам, которые у меня есть, западные посольства напрямую открыто требовали до второго тура и требуют сейчас после победы Анастаси создания широкой правоцентрической коалиции Анастасии Санду и Демпартии. Вот этот фактор, пожалуй, ближе к выборам будет выходить на первое место, потому что западникам неинтересно, что Анастасия терпеть не может Плохотнюка, и это взаимно. Их не интересует серый схема в примарии, там семья, не семья Киртуага, ничего. Их интересует только высокий уровень политики, чтобы не была допущена победа партии социалистов. Вот на эту цель будет работать и Демпартия, даже будучи в зоне некомфорта, и вот правая оппозиция. Демократическая партия. Господин Саранов, вот такой провокационный вопрос. Я, например, для себя точно не поняла. Демократы, как себя повели во время второго тура? Потом они издали интересный пресс-релиз, они как бы поздравили господина Анастасия, так сказав тонко, что мы это призывали, чтобы за проевропейского. Но на самом деле мы этого все не помним. А с другой стороны, ну вот все так вот на бедных демократов ополчились, а они, смотрите, показали европейцам, показали всему миру, смотрите, мы не можем фальсифицировать выборы. Далеко не бедные. Мы, понимаете, себя вели настолько корректно, настолько честно. Как вы? Что сами поверили в себя. Я думаю, Людмила, что ваш вопрос не провокационный, он очень интересный. Да, с демократом придется разбираться. Им сейчас нужно, так сказать, включать мозги и пытаться понять, что же случилось. Несомненно, они, это очень серьезный проигрыш. И этот проигрыш скажется, в том числе и на результатах парламентских выборов, если не будут сделаны соответствующие выводы. Можно сказать, что ресурсов у них не очень много. Это при том, что материальных ресурсов у них больше всего. Это бы о человеческих ресурсах сейчас говорится. Я говорю, вообще, я говорю о политических ресурсах, которые включают в себя в том числе и, так сказать, кадровые ресурсы. Я бы назвал бы неудачу демократической партии следующим термином, безотносительно к человеку, который обычно ассоциируется с этим термином. Это крах политики-борсетки. Нельзя выстраивать политику, исходя исключительно только из материальных посылов. Рано или поздно это придет к краху. Это случилось в Кишиневе и в Бельцах. Деньги, административный ресурс — это очень важно. Но в политике это недостаточно. Нужны идеологии, нужны политические стимулы. Людей нужно стимулировать не только материально. Иначе круг будет сужаться, и в один прекрасный день ты окажешься в той ситуации, в которой демократическая партия оказалась на этих выборах в Кишиневе и в Бельцах. Извините, в Бельцах. Но у них в этой бочке-дегте есть и ложка меда. Давайте вспомним, что они выиграли выборы практически во всех селах, где выставляли своих кандидатов. Поэтому политика, основанная на материальных ресурсах и на материальных стимулах. Извините, стимулянт — это румынский термин. На финансовых и материальных стимулах, по большому счету, может дать результат в определенных местах в республике. Поэтому я бы не стал перечеркивать перспективы демократической партии. Они по-прежнему остаются очень серьезным игроком. И если им удастся пересмотреть свою точку зрения и поработать над ошибками, не исключено, что они могут улучшить свои результаты. Что касается Кишинева, давайте вспомним. У демократов это хроническая, болевая точка. Здесь у них никогда не было позиции. Они попытались выскочить на поверхность за счет независимого кандидата и провалились. Опять-таки провалились по той простой причине, что они выстраивали политическую кампанию, выстраивали кампанию, даже не зная, какую, пеникуярную, опять-таки, румынский термин, ну ладно. И исключительно на этих материальных стимулах. Поэтому, ну что с демократами? Демократы продолжают оставаться в обойме. Они будут очень серьезно играть. А вы их сейчас к правым, я прошу прощения, вы их сейчас к правым относите? А я всегда говорил, что демократическая партия, не знаю, если, так сказать, ко мне вообще прислушивались, это не политическая партия в настоящем смысле этого слова. Это не идеологичная партия. Не доктринальная партия. Да, это не доктринальная партия. Это партия, скорее, клиентела, то есть основанная на клиентских взаимоотношениях. Они создают клиентелу, обслуживают ее за счет государственного ресурса, за счет материальных ресурсов и получают результат. Это очень затратная, так сказать, политика. Это очень затратная технология. Но она держала их на поверхности. У демократов есть одно фундаментальное преимущество. Они располагаются по центру. И они всегда могут, так сказать, выбрать или правый фланг, или левый фланг. Для них очень важно, чтобы никто не получил контрольный патет. Если контрольного патета нет, они на коне. Они играют. И они постоянно находятся в игре. Я бы хотел развить две мысли, которые господин Царамон сказал. Первая мысль заключается в селах, по поводу того, что в селах будет или есть уже успех. Есть очень широкое мнение среди экспертов, что технология, обкатанная на Сильвии и Раду, будет использована на одномандатных округах специально по этой формуле якобы независимый кандидат, которого мы якобы не освещаем, но он каждый день мелькает. Это говорит о том, что они осознают, что их поддержка токсична. Да, разумеется. Это очень правильная мысль. Их поддержка токсична, поэтому они будут стараться использовать эту формулу Сильвии и Раду, скажем так, на одномандатных округах. Это первая важная мысль. Давайте мы ее запомним и додержим до парламентских февралов, посмотрим, что сработает или нет. Вторая важная мысль заключается в том, что господин Царамон здесь абсолютно прав насчет того, что демократы в центре. Они могут сместиться влево, сместиться вправо. Им чуть-чуть более комфортно, потому что у них, да, они могут в теории воевать на два фронта, но они могут и распространиться на два фронта. Смотрите, что они могут сделать. Если демократы почувствуют, что тандем Настаси-Санду слишком уверенно забирает в себя, в Сербиру, прозападный радикальный электорат, радикальный, я имею в виду, тот, который не тепет никаких компромиссов в плане внешнего ориентира. Ведь там же не только Санду-Настаси, там может и перед ними подключиться, и унионисты подключиться. Там большой потенциал роста на правом фланге. Так вот, если демпартия почувствует, что правый лагерь слишком сильно растет, слишком уверенно сил набирает, демократы могут сместиться чуть влево и постараться выбрать какую-то чуть более дружественную Россию риторику. Они могут это сделать, поверьте мне. Чуть более, да. Давайте вспомним, давайте вспомним, есть у меня давно уже информация от надежных источников, что Плохотнюк минимум трижды пытался найти, добиться личной встречи с Путиным за последние три года. Минимум трижды. Добился? Нет. Нет. Но сама попытка, сами попытки говорят о том, что такое желание есть, и оно не просто желание лично какого-то человека, да, оно, это такое желание, которое должно быть конвертировано в электоральный успех или в другой политический успех. А если эти встречи не состоялись, и человек может теоретически так обидеться, что сказать, вот вы знаете, дружите вы с Дадоном. Ты отказала мне два раза и так далее. Да, да, три раза, да. Так это опасный путь будет, потому что в таком случае демпартия должна будет радикализироваться, она полностью налезает на электоральное поле правого лагеря, а то уже будет опять некомфортно. Поэтому я говорю, что не исключается, что демпартия захочет чуть-чуть дать левее, чтобы залезть на электоральное поле партий социалистов. А также, на секундочку, просьба не забывать, что если другие левые партии, не буду называть их имен, наши телезрители люди умные поймут. Есть партия, которая очень любит оказывать социальную помощь людям, она тоже работает на левом фланге. Есть другие левые партии, более традиционные, которые, мягко говоря, не любят социалистов. И если каждый из этих партий откусит по 2-3% социалистов, это будет лучшее, что может сделать демпартия. Господин Зенцов, вот демпартия может пойти налево, говорит у нас сейчас господин Марданян. Я бы хотел сначала обратить внимание на проиграли или выиграла демократическая партия. Но давайте так, доктринально они, наверное, проиграли. То есть выборы в муниципе показали о том, что кандидат от демократической партии, ну давайте вспомним, что в муниципальном совете всего один муниципальный советник от демократической партии, это результат никакой выборов 15-го года, на муниципальных выборах 15-го года. Госпожа Сильвия Раду, они поэтому поставили ставку как независимый кандидат, и это провалилось. Я не знаю, будут ли они использовать, как мой сказал коллега, на одномодатных округах в селах, но мы видим, что мы видим клеймо демократической партии на любом кандидате, гарантируют электорат не больше 10-15, но у Сильвия Раду было 17%. То есть они однозначно с клеймом демократической партии, ну я условно выражаю, с розочкой сужают их электорат. Но я считаю, что они выиграли. В каком плане? Давайте исходить из того, что единая священная корова и Майя Санду, и Андрей Анастас, и демократическая партия, это евроинтеграция. И они получают команды из единого центра, и мы видим регулярно все трое, вот господин Плохотнюк был сразу после выборов второго тура, после выигрыша Андрея Анастаса, он сразу был в Соединенных Штатов Америки, и они получают одни и те же указания. В принципе, американцы во всем мире, и мы это берем и Латинская Америка, и Европа, и так далее, проворовавшийся режим они меняют на более белых, своих же, но на более чистеньких, более беленьких, дают тем возможность выполнять свои команды, потом меняют на другое. То есть им, в принципе, американцам без разницы, кто на самом деле будет. Но с чего добилась партия демократическая, это показало своим хозяевам, вот, у них тоже кукловод есть, что на самом деле Республика Молдова не является захваченным государством. Вот, и господин Анастаса, мы видим, что сразу после выборов он готов сотрудничать и с демократической партией, с Канду, с премьер-министром для реализации вопросов в городе. То есть это не является захваченным государством. Ну, какое захваченное государство, если в столице победил оппозиционер, в Бельцах победил другой оппозиционер. Нету захваченного государства. Вот этим самым они выиграли себе какое-то время. Если бы этой ситуации не было, а я, почему, есть основания для моих слов, я анализирую саму предвыборную кампанию. Господин Анастаса делал грубейшие ошибки, то есть грубое нарушение законодательства, то есть он провоцировал, чтобы его сняли. Если бы это произошло, это понятно, не удало бы возможность поднять волну протестов и до парламентских выборов, он бы себе какие-то очки наиграл, заслужил бы там с протеста и палатки, не важно, что бы он делал, но это ушло бы, он бы ушел полностью в виктимизарию. То есть я жертва, символ жертвы, он бы ушел. Он стал частью власти, он стал генеральным примаром, генеральный примар, и на второй же день после выборов ему журналисты задавали вопрос, он сказал, я готов сотрудничать с властью для реализации городских вопросов. Точно так же господин Григоришин в Бельцах сделал, через два дня после выборов он спокойно встречался с господином Филиппом для реализации городских вопросов. В этом ничего плохого нету, за исключением того, что три дня назад ты сказал, что я с ними даже в одно поле, как говорится, не сяду. И я, раз вы хотите об этом говорить, тогда задам вопрос прямо господин Цирану, хотя мы вернемся и к левому и к правому, раз уже так вот говорим о международном факторе. Господин Цирану, вот смотрите, что у нас, что нам известно, нам известно, что посол Соединенных Штатов говорит прямо по поводу будущей коалиции, он говорит, она неизбежна. Естественно, все тут же возмущаются, как так, это вмешательство, ну по крайней мере то, что я видела. Правые эксперты, я прошу прощения, не могу промолчать, правые эксперты даже не обращают внимания к своему анализе, на то, что это вмешательство внутренних дел. Правых, понятно, сами себя высечь не могут. То есть, один момент. Второй, замечательная, чудная статья нового посла Республики Молдовы в Соединенных Штатах Америки, где человек вот прямо говорит, поддержите наши партии, потому что если вы не поддержите, придут пророссийские. Господин Цирану, скажите, пожалуйста, вы исключаете такую возможность, что после парламентских выборов все-таки будет коалиция и с демократической партией, с партией Майя Санду и партией господина Анастаса. Для начала. Вот соберут их, понимаете, американцы, европейцы и скажут, что надо спасать европейский век. Ну да, в общем-то, я вспоминаю 2010 год, когда Нарышкин собрал коммунистов и демократов. Социалистов тогда еще не были, а лидер социалистов был членом партии коммунистов. То есть, состоял. Собрал их в Нобеле, в отеле и два дня их натаскивал. Не как американский посол. Американский посол просто так, в печати что-то там ляпнул. А он их прямо перед собой держал. Я не знаю, что он им показывал, наверняка что-то показывал. Но Плохотнюка это не убедила. Он обещал, что да, я сделаю с социалистами, то есть с господином Додоном, в том числе союз. С коммунистом его сейчас. Ну да, он был членом партии коммунистов, вице-премьером, или министром Материна, я уж не помню, не важно. В 2010 год это уже оппозиция. Да. А, ну да, да. Спасибо за поправку. Эта часть снимается с господина Додона. И союза так и не произошло. Нарышки не потянул. Посмотрим, авторитет американского посла больше или меньше. Правда, я вспоминаю, что однажды американский посол пошел к президенту республики Молдова и заставил его, ну не заставил, убедил его, что не надо, так сказать, принимать господина Путина, который уже практически был на сносях и летел в Кишиню. Это, так сказать, я не знаю, если это ответ на ваш вопрос, но я думаю, что... Я буду уточнять, вы же знаете. Ну, разумеется, да. Воронина, вы имеете в виду. Да, сейчас у нас как-то немножко получился. 2003 год. Да, у меня не очень плохая память. И в этом смысле, ну что я могу вам сказать? Политика это политика. Разумеется, если они, так сказать, выиграют выборы, в смысле выиграют, наберут соответствующее количество мандатов. То, что обещают в предвыборную кампанию, обычно не доживает до периода после предвыборной кампании. Политика это такая, это очень суровая... То есть вы не исключаете, что эти люди, которые пойдут сейчас вот на выборы воевать с Плохотнюком, после этого совершенно чуднее отсядут с ним за стол переговором. Точно так же я не исключаю, что если Санду и Настаси придут в парламент, наберут достаточное количество голосов, которые позволят им сделать союз с демократами, и откажутся сделать этот союз, этот союз делают социалисты с демократами. Это совершенно очевидно. Более того, я вам хочу сказать, что перед демократической партией сейчас стоит еще одна угроза, очень серьезная, которую им нужно рассматривать. Все почему-то оценивают взаимоотношения партии социалистов и Усатова, нашей партии, как большой провал на левом фланге. Это совсем не так. Смотря для кого, я так всегда говорю. Для кого-то провал, для кого-то... Для левого фланга. Это совсем не так. Партия социалистов, эрозия, электоральная эрозия партии социалистов началась сразу же после президентских выборов. В сущности, политика Додона, политика президента Додона, она в чем-то схожа с политикой демократической партии. Они ориентируются на один и тот же ресурс. Единственный. Вот так как демократы ориентируются на кошелек, так Додон ориентируется на московский кошелек. Это плохо кончится. В Москве, судя по всему, сообразили, что Додон может не вынести двоих. Боливар не вынеси двоих. И очень, с моей точки зрения, технологически, очень грамотно запустили вторую колонну. Усатый подберет на левом фланге все, что упадет из повозки социалистов. А потом, в финале, может оказаться, наверняка окажется так, что если будет достаточно сделать левое правительство из партии социалистов и нашей партии Усатого, это будет сделано. Усатый может говорить все, что угодно. Ему просто скажут, это нужно сделать. И он это сделал однажды в 2016 году, когда пикировался почти на жизнь и на смерть с Додоном. А когда ему сказали, он призвал свой литерат голосовать за Додона. В истории это уже однажды было. Я все-таки хотела бы сказать, насколько... Есть секундочку. Все-таки это сравнение по поводу того, что пытался сделать господин Нарышкин, оно не очень корректное. Поясню почему. Я бы, например, сравнила с тем, когда еще в активной политике был господин Филат. И вы помните, когда у них была ссура с господином Плохотнюком. И как все-таки, благодаря европейцам и европейским эмиссарам, все-таки они еще раз создали эту коалицию. Звонок Фюля лично Филату. Угроза прекращения финансирования Могоба. Май 2013 года. Поэтому россиян все-таки таких рычагов, наверное, на сегодняшний день не существует. Но это ваше мнение. Людмила, это лишь только подтверждает тот факт, что россияне менее убедительны в подобного рода технологии. А может быть, россияне меньше просто вмешиваются? Например, я не вижу вот таких вот высказываний российского посла. Ренест, вы видели? Чтобы он себе позволял вот так вот комментировать. А американский посол? А зачем, когда сам председатель Государственной Думы приезжает? Причем если посол? Посол это... Нет, я говорю о нынешней ситуации, вот о нынешнем после. Я как-то, честно говоря, не видела, что россияне... Российский посол в медийном поле Молдовы практически отсутствует. Практически да. Плохо это или хорошо, вопрос дискуссионный, вопрос вкусный, но это факт. Я не помню, чтобы посол Российской Федерации, данным вот Мухаммедовичем, чтобы он что-то произнес в медийном пространстве на тему выборов. Даже как-то неудобно становится. Уже хочется сказать, вам за державу не обидно. Уже как-то обозначите свою позицию. Американский посол уже лучший друг Молдавской прессы. Вы еще ни разу не сказали ничего. Извини, пожалуйста, я еще один раз, я прерываю. Просто, так сказать, я уже человек пожилой, у меня такие ностальгии, воспоминания. Я помню, это был 91-й год, наверное, венгерское посольство, прием. Посол России Пличко и посол Соединенных Штатов Мэри Пендлентон. Вокруг нее роятся люди. А Пличко встал где-то там в угол какой-то, в второй комнате, сидит там с бокальчиком. И мне даже как-то стало, я подошел к нему и говорю, господин посол, ну, я понимаю, России сейчас трудно сравниться с Соединенными Штатами, но нельзя так, вы же посол великой державы. Почему? Вот такой диссонанс. И в этом смысле вы правы, так сказать, послы обязаны просто поддерживать не просто собственное Реноме, а Реноме своей страны. Ну вот, мы что видим в ответ? Мы видим, как посол Соединенных Штатов категорически приветствует закрытие российских программ. Вот, понимаете, есть вопросы. Хотя надо отдать должное, я не помню, чтобы это делали другие американские послы, вот честно. Я не говорю, что это в целом американская политика, но вот лично господин Петит очень активен. Я не помню такую активность от господина Мозера. Мозер, я помню, что регулярно проводил закрытые консультации. Это было его фирменное стиль общения. Это никто не запрещает, это даже рекомендуется любой страны общаться со всем политическим спектром. Это окей, считается в дипломатии. Но вот публичные выступления нужно всегда взвешивать и фильтровать, извините меня. По поводу сценариев господин Царанов сказал, между прочим, интересную вещь. В политологии не принято делить сценарий на плохие и хорошие, а только на реальные и нереальные. Эффективные и нереальные. Да, давайте будем считать, что вот ваши слова насчет того, что Рената Усатова заставят или убедят пойти на королевство со солистами по итогу. Давайте будем считать, что это справедливая версия, она как-нибудь будет реализована. Но есть одно маленькое но. Если вы обратили внимание на медийное поле Молдовы между первым и вторым туром, представители партии Усатова, ну очень, я не скажу, что они поддерживали кандидатуру Анастаси, но они так плотно работали против кандидатуры Иона Чебана, что у меня возникли сомнения. На правых ресурсах и так далее. Да, то есть я тут чего-то не понял. Либо они поменяли свою политическую прописку, перешли из левого лагеря в правый, либо это что-то личное, очень субъективное. Они просто сами еще не знают, что им прикажут. Возможно, возможно. Но, по-моему, я не знаю, кто это написал, не хочу ошибаться, выдать людей в заблуждение, но кто-то из представителей партии Усатова сказал, что сразу после выборов Андрей Анастасий не взял трубку, когда ему позвонил кто-то из, не буду называть других имен, но вот была такая информация. Кто-то, вы имеете в виду, из партии Рената Усатова? Из партии Усатова, да. Позвонил Андрею Анастасию, Андрей Анастасий не ответил. Господин Кашир на второй день, условно говоря, начал мочить сразу господин Анастаса, то есть критиковать его за непоявление в Примарии, за другие плочности. Я хочу все-таки начать тему левых. Вот почему так, Александр, получается, что, вот смотрите, правые, когда нужно поддержать, да, кандидата, они действительно сплотились. Унионисты, опять же, да, вот все наши проевропейские партии, они объединились и действительно сразу же начали поддерживать. А почему вот у нас с левыми так происходит, что у нас бьют свои же в основном? Люда, не забудьте задать вопрос и мне. Я, по-моему, позволяю вам высказываться, господин Церану. Пожалуйста. Давайте ответим на вопрос, левые ли они и чьих будешь. Знаете, вот есть выражение такое. Понятно, к примеру, та же партия коммунистов, господин Воронин, который призывал не голосовать за нашего кандидата. Его электорат на нынешний момент или процентаж рейтинга, конечно, достаточно низик, но тем не менее какие-то там 2-3 процента могли сыграть роль. Господин Усатова в Кишиневе, ну, давайте вспомним, что в 2015 году, если не ошибаюсь, наша партия получила, по-моему, в районе 18 тысяч. Эти вот, ну, пусть будет сейчас меньше или больше, мы не знаем, но 12 тысяч разница между голосами, отданными за нашего кандидата и Анастаса, в принципе, вот этого момента не хватило. И вот вопрос, а кто из них левые? То, что господин Воронин давно непонятно, он только называет себя левым партией коммунистов и почему-то очень подыгрывает кукловоду, как его принято, координатором новое название принято. Господин Усатый, который, господину Плохотнюку, или я уже забыл, кто кому на день рождения ходил, будучи советником Филатов, и не скрывает, что он сотрудничает со спецслужбами Румынии, вот, а кто из них, он левый ли он? Вот в этом вопрос возникает. Абсолютно понятно о том, что он не левый и на парламентских выборах, да, но в президентские выборы он поддержал нашего кандидата, но на парламентские выборы, призвав портить бюллетени, у нас мог бы быть совсем другой результат. И был бы другой результат, тогда с коммунистами можно было бы, в принципе, сформировать большинство. То есть вопрос истинности, искренности, намерений, искренности действия мы видим как бы наяву, потому что на самом деле ведут себя по-другому и не стоит их называть левыми. Если господин Салян хочет, то я подожду. Ну окей, спасибо. Значит, то, что сейчас говорит Саша, это очень правильные вещи. Единственное, я хочу немножко более как-то выкристаллизовать вот эту мысль. Я сейчас слушаю это и понимаю, что действительно мы, наверное, совершаем методологическую ошибку, когда говорим левый, не левый. Здесь я совершенно четко сейчас понимаю, что есть два фактора. Ни доктрина, ни идеология, а только два фактора. Это личная неприязнь и инструктаж от кого-нибудь, не будем показывать пальцем, потому что мы не знаем, от кого получают инструктаж данные политики. Но это очевидно, что от кого-то получаются. Абсолютно очевидно. Не буду наговаривать, не буду, значит, пальцем в небо, просто предположу, что здесь какой-то инструктаж получается. Из-за границы откуда-то исходит, не знаю. С запада, с востока, не знаю. А если предположить, вот, например, Господин Уссатый, все же говорят, что с востока получают инструктаж, нет? Восток тоже бывает разный. Как принято говорить в экспертной нашей среде, у Кремля много башен. И судя по тому, что знаю я из довольно надежных источников, да, есть группировка в российской власти. До вот этой сейчас, до прихода нового правительства, она была очень влиятельной, очень влиятельной. И она могла не только поделять отдельную политику Москвы в Республике Молдова, а также в Пренестровском регионе, но даже влиять на уровни Москвы, чтобы там политику в отношении партии социалистов сделать чуть хуже. Эрнест, с удовольствием, давайте не забудем о том, что господина Усатого, ближайший родственник, является с ближайшего окружения господина Иханеса, президента Румынии, причем очень богатый человек. Но это уже личностный фактор. Ну, а бывшей жене... Личности, пастор, но тем не менее. Я сейчас пытаюсь ответить на вопрос коллег по поводу инструктажа, откуда чего исходит. То есть, до вот нынешней смены правительства, после прихода Путина на де-факто четвертый срок, эти люди, которые играли огромную роль в молдавской политике, они ушли. Пришли другие. И, соответственно, то радикальное крыло российской политики, которое имело прямой выход на некоторые левые силы в Молдове, опять же, не буду никого называть, они потерпели определенное аппаратное поражение. Но нельзя сказать, что эти силы полностью исчезли. Они в Москве еще действуют. Они еще кто-то при погонах, кто-то при должностях. Пока по инерции продолжается. То есть, инструктаж, возможно, все оттуда идет. И мы, действительно, как говорит господин Царан, еще посмотрим к парламентским выборам, какой все-таки будет последний приказ перед выборами. Кого поддержать, кого нет. А личная неприязнь, это крайне неприятно со всех точек зрения тема. Я стараюсь ее не касаться, потому что, ну, давайте скажем честно, есть вещи, которые мы все знаем. Мы знаем, что господин Воронин, господин Додона не любят, мягко говоря. И есть за что? За то, что вышел из партии коммунистов и так далее. А вы считаете, что это не взаимно и есть за что? Нет, ну, понятно. Ну, понятно. Сейчас говорим только о Воронине. Я хотел бы призвать всех политиков, для которых, подчеркиваю, правый лагерь, особенно унионистский лагерь, представляет опасность. Это я сейчас просто призываю. Если для вас это действительно опасность, если вы искренне хотите помочь спасти государственные с Молдовы, может все-таки иметь смысл подняться над своей личной неприязнью и сказать, да, может быть, Додон плохой, но кто сказал, что тебе справа лучше? Может быть, стоит перешагнуть и, извините меня, не вредничать? Время еще есть. Это вы хорошие вопросы задаете, но опыт наших политиков говорит, к сожалению, об обратном. Господин Саранов, вы хотели это комментировать? Да, я хотел вернуться к сути вашего первоначального вопроса. Почему правые выигрывают, а левые проиграли так, например, и сейчас? Я сказала, почему правые способны объединяться и поддерживать единого кандидата, а вот левые не всегда, ну, редко, скажем так. Это одно и то же. Ну, ладно, не важно. Не будем, так сказать, спорить по терминологии. Вы знаете, Люда, наша проблема, проблема молдавского общества, что здесь нет политического голосования. Вот эта проблема самая серьезная. У нас постоянно геополитическое голосование. Наше общество разобщено, в том числе по этнокультурному принципу, и это обстоятельство практически вяжет нас по рукам и по ногам и не позволяет нам стать нормальным обществом, где функционируют институты, где, так сказать, политики служат народу, а не наоборот. Это, так сказать, в качестве введения. Теперь. Чабанов переиграл в предвыборной кампании Настаси по всем статьям. Я вот смотрел, у меня симпатии были, естественно, к Настасе. Я смотрел на Чабанову, у меня по отношению к Чабанову было изначальное неприятие. Он пришел в эти выборы с очень плохим бэкграундом. Вот этот мегафон, площадь, это все отталкивает. Он слишком агрессивен был. Обыватель плохо принимает такого рода вещи. Социалисты плохо подумали тогда, когда выбрали его в качестве кандидата. Ему нужно было преодолевать. Вот просто господин Настаса не агрессивен. Одну минуточку. Но у него внестовременно были преимущества. Он прекрасно понимает, он хорошо знает городское хозяйство. Как менеджер он был на голову выше Настаси. Ну и что? Помогло им это. А знаете, почему не помогло? Знаю. Да, потому что социалисты, основа их, так сказать, нуклеолдур, то есть ядро мощное, главное ядро электральное, это русскоязычные. А русскоязычные ограничены по числу. Да, они хорошо отмобилизованы. Они хорошо отстимулированы. Они обычно голосуют. Голосуют в Сайдан. А дальше начинается проблема. Сколько молдаван можно привлечь к этому? До тех пор, пока партия, скорее даже не партия, до тех пор, пока русскоязычный электорат будет ориентироваться на какие-то определенные партии, а не на весь политический спектр партийный, они всегда будут в проигрыше в Молдове. Всегда. Потому что Молдова, по большому счету, это не многонациональная страна. Молдова это достаточно однородная в национальном плане страна. 82% это люди, так сказать, основной национальности. 18% для европейцев это вообще, так сказать. Вы с вами срана, но я могу с вами поспорить одну фразу. Конечно, можно поспорить. У нас никогда люди не будут голосовать вот так вот, как вы говорите, по флангам или еще. У нас всегда голосуют за людей, за личность. И чтобы там кто не писал, понимаете, у нас смотрят... Нет, Люда, вы мне объясните, как же так получилось, что очень хороший менеджер Чабанов оказался забаллотированным. Я когда видел, как Настасья выступала по телевидению, по городскому хозяйству, я не мог понять, она о чем вообще говорит. Он говорил, общие фразы. Мы победим, с вами Москва. Правильно, потому что между этими двумя людьми они не сравнивали их качество, как раз менеджеров и хозяйственников. Электорат. А они говорили, что вот этот у нас проевропеец, и его поддерживают унионисты, а этот человек Москвы. Вот и все. Так, Люда, голосовали, оказывается, не за людей, голосовали за идеологические, или, скажем так, за геополитику. Ну, они просто как выразители вот этих возможных. Хотя, кстати, господин Чабан пытался избежать этого геополитического. Увидел интересный постель, как будет по-русски? Постель. Постель, да, постель. Надо вас чаще приглашать, господин Сиран. Вы сегодня плохо говорите по-русски, у вас так не все законы. Я начинаю называть русский язык. Да. Я забыл, когда последний раз читал русскую книгу. Так вот, вы знаете, что произошло? В Фейсбуке писали Настасе. Настасе, я голосовал. Настасе, запомни, я голосовал геополитически. То есть не за него голосовали. Голосовали геополитически. И это, это задание надом социалистам. Они должны думать, о чем идет речь. Потому что до тех пор, пока вы будете шпынять унионистов и бороться с совершенно мнимыми угрозами. Да, это, несомненно, мобилизует русскоязычный электорат. Русским не нравятся унионисты. Они и так-так отмобилизованы. Они в вашем кошельке. Вы зачем еще повторяете до бесконечности эти мантры? Вместо того, чтобы действительно, как левая партия, выстраивать социальный месседж, вы по-прежнему играетесь в геополитическом. Я не слышал у Иона Чабана геополитических гостей. А ему не нужна геополитика. Ион Чабану, его электорат геополитически подкован изначально. Господин Саранов, давайте скажем честно. Когда румынские политики, не будем называть, кто говорили в открытом... Журналисты говорили в открытом эфире румынском, что мы поддержим Настаси, потому что там не допустим русского медведя. Они ему конкретно принесли голоса. А зачем это нужно было делать? А потому что это приносит голоса. Правильно. Политологически это было правильно. Мы же говорим о выборах примара. Агитация. Агитация на иностранных граждан. А мыска в телевидении? А оно здесь активно было распространено. А какие проблемы? Нет, господин Настаси здесь встречался с румынскими примарами. Это грубейшее нарушение закона. Кто писал? Это избирательный кодекс говорит. Вы пойдете в суд и подайте на него. Господин Царан, я все-таки мысль закончу очень коротенько. Все-таки это неправильно. Ведь у нас выборы примара Кишинева, у нас не выборы президента были. У нас, извините меня, разбитые дороги, незаконные строки и так далее. Мы говорим о русском медведе. Но это же было... Это выглядело просто кощунственно по отношению к городу Кишиневу. Мы с вами обсуждаем, как нужно, что нам нравится делать или то, что нужно делать с точки зрения эффективной политики. Мы сегодня обсуждаем конкретную, так сказать, обстановку, которая сложилась в городе Кишиневе после выборов. Нет, господин Царан, я знаю совершенно точно, если отказываться от таких вещей, то это должны сделать и на правом, и на левом фланге. Но, извините, есть такие люди, как лидеры партии, которые всегда, им для того, чтобы ничего не делать, им достаточно разогревать вот эти настроения. Знаете, какая была ошибка у Настаси? Знаете, какая? Он взял бы значительно больше голосов. Настаси, в пример, пошел по пути Чабана и также отказался от геополитической риторики. Вот он, если бы использовал на полную мощь геополитическую риторику, разрыв между ним и Чабаном был бы огромным. Он практически не отказывался. Он постоянно от этого лучше. Европейский фонд, примар, он об этом постоянно говорил. По большому счету, это и не тепло, и не жарко. О городе забыли подумать. А что, может быть, у господина Настаси? Были знания приорные о том, что нужно делать в городе. Он каким был, таким и остался. Речь идет о том, сколько нужно взять голосов. Настаси выиграл выборы. И в этом смысле он, несомненно, оказался на коне. Все его критики теперь могут лишь только пожелать. Я понимаю вашу мысль о том, что у него была задача взять город. А уже потом менеджерские все эти моменты, если я вас правильно понимаю, они будут потом решаться. Ну, я надеюсь, что, не хочу опять же засловить, я надеюсь, что Андрей Настаси будет хорошим менеджером и выставит хорошую команду по спасению. Я уже не говорю о развитии города Кишнева, забудьте о развитии. Эрнест, можно не надеяться, он уже заявил сразу на второй день, на первый же день, победив на перес-конференции, он заявил о том, что он идет в парламент, он городом занимается. Есть у вас, конечно, мысли, которые мне импонируют, но вы должны согласиться с тем, что от такой риторики, я вот еще раз повторяю, должны отказываться тогда оба лагеря. А когда одни делают это активно, другие как-то, вы знаете, на мой взгляд... Почему ему отказываться, если он выигрывает? Как вы можете сказать? Да, здесь вопрос в получении цели, победителя не сует. Нет, но мы же говорим, как должно быть, поэтому я тоже... Ну да, я в данном случае принимаю. Мы же давайте определимся, да. Очень мало времени осталось, и я под конец все-таки хочу вам задать один вопрос. Вот мы сейчас с вами говорим, так чудненько все это обсуждаем, но давайте возьмем во внимание тот факт, что вот как бы кто ни говорил, кто кого ни поддерживал, но господин Плохотнюк и демократическая партия на этих выборах драться будут, как львы. И не потому, что у них больше сил или больше желания, а потому, что для них это жизнеобеспечивающее. И вот можно много говорить, чего-то как-то делать. Неужели вот так просто эти люди способны отдать власть? Очень коротко. Я всегда говорю, что власть, которая пришла на погромах, без погромов не уйдет. Это, во-первых. Во-вторых, эти выборы 2018 года будут самыми грязными. Причем они будут вдвойне грязными. Вопросе и собственной электоральной кампании грязных технологий, и вопросе коррупции, значит, подкупа избирателей на одномоднатных округах. Поэтому нас ждут очень веселые выборы. Но, опять же, я считаю, что демократическая партия не до конца будет чувствовать себя свободно, потому что ее будут зажимать и с левого, и с правого фланга. Господин Церану, возможен ли такой вариант, чтобы демократы ошиблись или еще что-нибудь произошло, и вот они потеряют власть? По теории вероятности это возможно. А по теории практического проживания в Республике Молдова? Я думаю, что это сложно предположить такое. Повторяю еще раз, демократы очень серьезные ресурсы, которые они достаточно неумело использовали в этой предвыборной кампании, но это совсем не значит, что они так же неумело их используют в следующей предвыборной кампании. Мы говорили о очень удачном географическом расположении демократической партии, которые, они, Эрнест, не будут двигаться вправо или влево в предвыборной кампании. Они пойдут туда или в другую сторону после выборов. В этом их большое преимущество. Им сейчас совершенно незачем. То есть это будет проблема партии Анастасия Санду. Они будут кушать эту партию и за год ее съедят. Извините, что перебил вас. Ну да, но это уже, так сказать, единственное, что я могу сказать, что демократы остаются очень серьезными игроками. И от них будет очень многое зависеть на парламентский выбор. А особенно при, так сказать, правительственном раскладе после выборов. Благодарю вас. На мой взгляд, у демократической партии задача максимум, задача минимум. То есть задача максимум остаться у власти. Остаться у власти, ну, как мы уже все говорили, это получить 10, 15, 20 процентов. То есть блокирующий пакет акций. И совместно с командой из Вашингтона или Брюсселя они с Анастасия садятся в одну коалицию и формируют правительство. Если это у них будет получаться большинство. План Б, то есть минимальный план, это обеспечить себе гарантии личной безопасности в верхушке демократической партии. И гарантии своих капиталов. Я думаю, что именно в этих целях господин Плохотнюк и летает часто в Вашингтон. Господин Канду, если не ошибаюсь, в европейские столицы летает. То есть у них задача в этом заключается. Если у них будет обеспечена безопасность, то в принципе можно власти и сдать, кому укажут хозяева. Александр, согласитесь, что он так часто летает в Вашингтон, потому что в Москве его просто могут арестовать. Его могут и в Вашингтоне арестовать, понимаете? В Вашингтоне пока нет никак. В Вашингтоне... Смотри, как Россия договорится. На территории третьей страны. Легко. Даже Интерпол. Мы знаем от каких-то уголовных дел. Господин Усатый об этом часто говорит. То его разыскивают, то не разыскивают в уголовных. В принципе, если бы Соединенные Штаты захотели бы, то господин Плохотнюк был бы давно арестован. И господин Астаса именно в этой области, кстати, ничего не делает вообще. Что говорит о том, что есть какие-то договоренности о будущей коалиции? Наше время вышло, но что-то мне подсказывает, что мы еще не раз будем встречаться в этой студии, обсуждать расклады, потому что у нас все меняется очень быстро. Да, вот всем ли нам по душе те перемены, которые происходят, тоже хороший вопрос. Но, тем не менее, давайте наблюдать, давайте делать выводы и рассказывать нашим телезрителям. Спасибо, что пришли. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова